Ложи, ложи, ложи. Пошли, что ли? Да, да, пошли, ложи. Не, надо на ребро поставить. На ребро упираться будет. Большая порция полезного ресурса для благопланеты и каждого ее жителя. В пункт приема вторичного сырья и к дворик народная тропа не зарастает. Сюда то и дело подъезжают горожане, чтобы принести пользу природе. Организаторы пункта приема Игорь Абдулаев и Турсунали Хайдаров. Сегодня это обширная территория с тщательно рассортированным продуктом и наведенным порядком. Кураторы же пункта начинали с собственного энтузиазма и участия в эко-субботниках. Собирая и сортируя отходы недобросовестных салаватцев в городе и на природе, молодые люди пришли к выводу. В борьбе за чистоту и экологичность нужны более основательные усилия. С компаньоном Игорем, Игорь Абдулаев, мой компаньон, и у нас зародилась такая идея. Может, откроем сортировочный какой-то пункт? Вскоре родился пункт приема вторсырья. Мусор здесь принимается, сортируется, далее содержимые уходят на переработку на предприятие экосуботника. Мусорная реформа изменила подход к этой сфере. Во многих городах уже сейчас жители обязывают сортировать коммунальные отходы. На контейнерных площадках, в том числе в Салавате, устанавливают несколько баков, куда отдельно складируются остатки продуктов – пластика, макулатура. Меняется и менталитет людей. Все больше семей переходит к жизни по принципу ноль отходов. Мы ездим по квартирам, у нас транспорт ездит по квартирам, собираем. Они уже готовы все по пакетикам, каждая позиция. Интересуются, куда это все пойдет, мы им рассказываем. Не закопается, как все думают, на сегодняшний день на полигонах. А это все идет на сортировочный пункт, там разделяется. Отходы на этом пункте получают путевку во вторую жизнь. Ведь, как известно, огромная их доля может стать частью нашего быта снова. Например, из пластика получают химическое волокно, а затем и нетканные материалы – флизелин, полиэстер, а также различную тару, стройматериалы, мебель и так далее. Из стеклянных изделий можно получать стекловату. Первая – это PET-бутылка из-под пива, из-под минерального напитка, тары. На донышке цифра 1 в треугольничке. Каждый может человек определить дома. И вот сюда, килограмм, вот сюда по килограмму мы все по килограммам принимаем. Переработка одной тонны отходов из стекла экономит 650 килограммов песка, 150 килограммов кальцинированной соды и 200 килограммов известняка, необходимых для производства первичного стекла. Одна тонна переработанной бакулатуры позволяет сохранить примерно 17 деревьев, сэкономить 40% энергии и 30% воды. Принимают здесь изделия из полиэтилена, пластика, стекла, бумаги, картона. Это канистры, бутылки, архивы, журналы и даже крышечки. Вот нам крышки привозят тоже, это все уйдет в город Уфа. Так, это кто-то один принес, наверное? Да, люди привозят, да, вот так, семь-семьми. Кто-то пьет, предпочитаемые, маленькие воды. Скоро на отправку, уже две тонны собрали. За свою добросовестность и бережное отношение к окружающей среде и ресурсам на пункте вы получаете небольшое, но все-таки вознаграждение. И здесь важнее символическая наполненность. А у благого дела должно быть большое продолжение. Да, расширяться надо, потому что у нас не только же, у нас магазины есть. Кто на нас положился, мы их вывозим ежедневно. Аптовые базы, базары и многое что-то другое. Предприятия имеются, ряд предприятий. Верят в нас, честность. Мы любим свое дело, говорят организаторы пункта приема. А их помощниками и сподвижниками являются все те, кто приносит сюда сырье. Таким образом и происходит тот самый круговорот добра и круговорот продукции без отходов. Присоединяйтесь к движению «Ноль отходов» и вы.